Приветствую вас. Давайте мы с вами для начала определим, зачем вам как-то быть в этой ситуации. То есть, вы хотите в этой ситуации как-то быть, чтобы что? Какая, грубо говоря, у вас цель? Это, наверное, первое, что нужно вам для себя определить. Желательно. Первое, что нужно определить. Как быть в этой ситуации, чтобы что? То есть, если вы, к примеру, хотите язык выучить, допустим. Ну, это одно, если вы хотите выучить язык. А если вы хотите, допустим, с преподавателем диалог как-то выстроить. Это другое. То есть, очень-очень разные цели могут быть и разные, соответственно, рекомендации могут быть, как бы вот опираясь на цель изначально. Понимаете? Какая, какая штука. А дальше, теперь, значит, если мы говорим с вами о том, что у вас появился преподаватель, который, уроки, которые вам не понятны, то ключевой момент здесь, наверное, будет такой. Почему вы не скажете ему, что вам не понятно? То есть, почему просто не поговорить с ним, почему просто не ввести его в курс дела? Вот. Ведь он, может быть, даже и не знает совсем о том, что, собственно, вы страдаетесь, что вы переживаете. Может быть, он даже не знает о том, что вам тяжело и так далее. То есть, это вот как минимум то, что вам нужно рассмотреть. То есть, рассмотреть именно вариант, значит, донести до преподавателя, что вам не понятно. То, что он, к примеру, вам говорит или то, что он пытается до вас занести и так далее. Вот. Если человек профессионал, то он однозначно услышит вас, отнесется с пониманием к вам и сделает какие-то выводы. Если человек не профессионал, то, да, в таком случае ничего не изменится, но это будет означать, что человек просто не желает ничего менять. В таком случае вам уже нужно обратиться будет к, значит, высшестоящему руководству для того, чтобы вам, как бы, оказали помощь. То есть, в чем проблема конкретно ваша заключается, Ирина? Далее вы говорите о том, что задание превращается в стресс. Почему? Что именно вызывает стресс у вас? Желательно на этот момент бы понять, что конкретно вызывает у вас стресс. Вот именно конкретно, что вызывает стресс. Вам что-то неприятно, вам что-то тяжело, вам что-то болезненно, но ведь это задание, просто задание, задание. То есть, вы, получается, как-то слишком близко принимаете его к сердцу, задание, или как? Так, на мой взгляд, это тоже нужно исследовать, потому что то, что вы воспринимаете выполнение задания так, ну, естественно, это создает, как бы, ощущение того, что для вас это очень проблемно и тяжело. Вот. И если это так, то с этим нужно, конечно же, разбираться. Разбираться и работать. Сначала надо определить цель. Какая цель у всего этого? Если вы хотите учиться, учитесь. Вряд ли преподаватель является для вас препятствием. То есть, как бы, задание, если вам не понятно именно из-за преподавателя задания, то это нужно совершенно однозначно с ним обговорить и отсыдить. То есть, правильно вам мой коллега сказал о том, что в жизни не будет только понятные истории, в жизни не будет только легкие истории, в жизни будут и вот такие достаточно трудные и непонятные. Это тоже опыт. Тоже опыт. Не всегда приятный, но опыт. Вот. Вот так, я думаю, вам можно ответить. То есть, определитесь, пожалуйста, с тем, цель какая у того, чтобы как-то быть в этой ситуации. То есть, вы хотите как-то быть в этой ситуации, чтобы, чтобы что, что хотите получить в итоге. Учиться нормально? То есть, ну, без проблем, например, учиться. Вам в таком случае совершенно не важно, кто вас обучает. Если обучающий процесс нарушается, то это нужно решать средствами, которые у вас есть в рамках студентов. То есть, как студент, вы можете обратиться к продавателю и откровенно с ним поговорить. Если вас что-то удерживает, если вас удерживает страх, неуверенность в себе, что-то еще. С этим нужно работать отдельно, потому что это уже важная психологическая проблема. Нужно выяснять причины этого и корректировать. Вот. То же самое касается и заданий. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Очень важно определить причины стресса, такого сильного, что вы пьете успокоительные. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!